Electronic Arts возлагают большие надежды на будущую гонку Need for Speed и пытаются провести как можно больше этапов закрытого тестирования, чтобы убедиться в качестве проекта до официального анонса, который, как вы поняли, должен был быть ещё в конце июля, но теперь, может быть, он будет на Gamescom. Всем привет, друзья, с вами Дима Ванпойнт и небольшая пачка новостей по следующему NFS. Пристёгивайтесь, ну а я погнал. Наверное, сразу начну с того, что за этот месяц мы узнали очень много блэря сливом, и при этом хочу напомнить, что на данный момент мы не знаем абсолютно никакой информации от разработчиков. Они молчат словно партизаны, зато инсайдеры и бета-тестеры готовы делиться информацией. Так, например, Том Хендерсон упомянул, что компания пытается провести как можно больше этапов тестирования, чтобы убедиться в качестве своего продукта. И судя по такому серьёзному подходу, можно предположить, что продажи нового NFS, похоже, реально будут решать судьбу всей серии. Конечно, если вырученные финансы с продажи игры устроит руководство EA. Так когда всё же будет официальный анонс? Сейчас сказать очень трудно, ибо тесты, судя по скритным скриншотам, будут продолжаться аж ещё в сентябре. При этом, по слухам, игра должна выйти уже 4 ноября. Я, конечно же, очень надеюсь увидеть анонс на Gamescom, но, к сожалению, нигде не смог найти информацию, будут ли там электроники или нет. Поэтому внимательно буду следить за презентацией на своих прямых эфиров. Вы, кстати, тоже можете. Вот один будет сегодня. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. Задержка с официальным анонсом игры лишь показывает, что издатели-разработчики явно боятся провала. Они пытаются вылезать каждый метр новые карты и отточить все геймплейные фишки, что, конечно, не может не радовать, ибо игроки уже устали получать ужасно сбакованные игры на релизе, а потом годами ждать патчи. Да, разработчики Форзы? В этом позитивном ключе заставляет думать ещё тот факт, что всё-таки не стали заморачиваться, и новую игру сделали полностью на платформе NFS Heat. Это показали нам слитые скриншоты, а также недавний скрин, утёкший в сеть. Все, кто играли в Heat, увидят абсолютно те же модельки авто, что, конечно, некоторых расстроит, но стоит понимать, что, по сути, прошло три года, а в нашем мире это слишком мало на разработку новой игры с нуля. Поэтому да, тут остаётся только надеяться, что в Frostbite 3 всё же допилили, и физика стала приятнее, чем была в Heat. Критериан. Мы вас верим. Также недавний скрин частично подтвердил рисованную карту, которая до этого появлялась в сети, ибо там изображено на мини-карте то место, которое есть и на слитом рисованном варианте. Поэтому мир Лейкшор-Сити точно не будет огромным, схож, скорее всего, по размеру с Palm City из NFS Heat. Очень надеемся, что малый размер карты будет не так сильно бросаться в глаза за счёт населённости объектами и различными биомами. Ну и стоит разобраться с аниме. По словам тестеров, рисованный стиль эффектов — это вроде не так плохо, как могли бы некоторые подумать. И понятное дело, что сам факт этого не превращает игру полностью в аниме. Но всё же, кажется, издатель или разработчики обеспокоены тем фактом, что это понравилось далеко не всем. Из-за этого есть предположение, что затягивание с анонсом — это следствие вырезания этих самых эффектов из игры. Либо дополнительные тесты отключения этих эффектов через меню настроек. И да, это опять же подкрепляет слова Тома Хендерсона, что ставки очень высоки, и новый NFS, похоже, реально будет решать судьбу всей серии, которой, я уже напомню, почти 30 лет. В данном случае остаётся только ждать и надеяться, что переносов не будет, и всё выйдет ровно в срок. Но уже сейчас стоит понимать, что новый NFS не будет каким-то переворотом в серии, который все ждут. И не будет что-то кардинально новое, или возвращение к истокам Most Wanted. Новый NFS — это всего лишь ещё одна игра серии, которая просто должна продаться получше хита. И только потом будут кинуты силы на следующую игру серии, которая может и удовлетворит хотелки игроков со всего мира. Кстати, мой друг MSX уже сделал похожий ролик, поэтому если вам интересна доп. информация, то можете сходить к нему. Ссылку оставил в описании под видео. А также не забывайте, что официальный анонс может случиться внезапно, в любое время. Поэтому, чтобы его не пропустить, залетайте ко мне в телеграм-канал, подписывайтесь, и тогда точно будете в курсе всех новых игровых новостей. С вами был Дима OnePoint, и всем, конечно же, пока-пока.